Врач – это больше, чем профессия, говорит Ирина Глаголева. В середине 80-х она окончила Курский мединститут. После интернатуры пришла работать в Мценскую ЦРБ неврологом. Теперь она заместитель главного врача. Есть такие знания, которые нужно получать только на практике, а не в институте. И тут важна роль наставников. С ними мне повезло, говорит Ирина Николаевна. Я с большой теплотой сейчас вспоминаю тех докторов, с которыми мне приходилось начинать работать. Это, во-первых, бывший главный врач нашей Центральной районной больницы, Швед Сергей Николаевич. Он тоже, как и я, врач-невролог, очень высококвалифицированный специалист, кандидат медицинских наук. Конечно, он многому у нас молодых в то время научил. Сая Валентина Петровна была заведующая неврологическим отделением. Здесь в поликлинике у нас работала прекрасный доктор, врач-невролог Зевакова Людмила Анатольевна. Многие годы Ирина Глаголева сама передает знания начинающим коллегам. Те, кто когда-то делал первые шаги в профессии под ее началом, до сих пор вспоминают этот период с теплотой. Ирина Николаевна, я очень благодарна за то, что жизнь нас связала и был у нас такой путь. Сейчас Мценская ЦРБ остро нуждается в специалистах. Мы же им поможем всегда, подставим свое плечо, поможем в работе. Поэтому очень ждем молодые кадры, очень, очень ждем, приглашаем, будем любить и помогать. Кадровая проблема особо была видна в период пандемии, говорит Ирина Глаголева. Приходилось едва ли не жить на работе. Были такие дни, что и половина десятого уходили вечером с работы, приходили половина восьмого, уходили половина десятого, и субботы, и воскресенье до сих пор работаем практически без выходных. Но, конечно, нагрузка огромная. И учитывая то, что у нас недостаточно в нашем штате участковых врачей-терапевтов, пришлось и на себя взять лечение коронавирусных больных. Почти за 40 лет стажа Ирина Глаголева только раз меняла место работы. С 2007 по 2011 годы она была заместителем главы Мценска по социальным вопросам, а потом вновь вернулась в ЦРБ. Совсем скоро здесь начнутся перемены. Здание поликлиники отремонтируют. Обновление стационара уже началось. Ирина Глаголева надеется, что осуществится ее мечта. Внук выберет профессию врача. Есть еще одна главная. Наверное, я мечтаю, как и все доктора в наше неспокойное время, чтобы наконец-то закончилась пандемия и мы вернулись к нормальной работе, такой, какая была 2-3 года назад, чтобы мы все работали по своим специальностям. Наталья Пехтерева, Андрей Борисовский, телеканал Первый областной.